Привет! Давай соберем с тобой велоцираптора. Скорее доставай пакетик с деталями и раскладывай их перед собой, чтобы тебе было удобнее искать нужные элементы. Название динозавра расшифровывается как «быстрый охотник», и с этим сложно поспорить. Давай скорее начинать, чтобы посмотреть, как выглядит динозаврик и узнать о нем побольше. Для начала возьми салатовую деталь с выступающим сквозным отверстием. Сверху установи такую же так, чтобы отверстия были направлены в противоположные стороны. Затем сверху закрепи салатовый квадрат. Вот так. Далее, к нижнему отверстию нужно с двух сторон прикрепить по маленькому квадратику белого и салатового цветов. Посмотри, какая деталь у меня в итоге получилась. Теперь найди салатовую деталь с выступающим крючком и соединись деталью с двумя делениями и перекладиной. На маленький квадрат установи темно-зеленую, гладкую, изогнутую деталь. А на салатовый прямоугольник сначала салатовый треугольник ближе к перекладине. Потом длинную деталь с тремя креплениями. Сверху на нее, ближе к треугольнику, закрепи салатовую деталь с двумя делениями. Затем снизу вот таким образом прикрепи ранее собранную деталь. Салатовый и белый квадраты расположены ближе к хвосту. Отлично! Туловище готово! А ты знаешь, что велоцирапторы были совсем небольшими динозаврами. Ростом они были около 60-80 сантиметров, а в длину до двух метров. Причем больше половины длины тела занимал крепкий хвост, который помогал динозавру маневрировать и держать равновесие во время бега и охоты. Как думаешь, твой динозаврик будет много бегать? Теперь сделаем задние лапы. Для этого под салатовую деталь с маленькой перекладиной установи белый квадрат, а на нее темно-зеленый треугольник. Теперь нужно сделать еще один такой же элемент из трех деталек. Посмотри, как у меня получилось. Для верхней части лап нам нужно будет темно-зеленую гладкую деталь установить на салатовый плоский крючок и снова сделать два одинаковых элемента. А потом под еще два таких же плоских крючка закрепить два маленьких салатовых квадрата. Мы снова получим две одинаковые конструкции. Это уже передние лапки. Прикрепляем все к туловищу. Для задних лап сначала крепим детали с крючками на выступающие сбоку квадраты. Посмотри, я устанавливаю их при помощи салатовых креплений. Потом на смотрящие вниз крючки прицепи детальки с треугольниками и задние лапы готовы. Передние мы закрепляем за второе сквозное отверстие с двух сторон. Получилось отлично! У велоцирапторов действительно были короткие передние лапы. На них было по три пальца с когтями. А на сильных задних лапах уже по четыре пальца. И на одном из них были очень крепкие выступающие когти. Они служили оружием для маленького, но грозного хищника. А наш динозаврик почти готов! Давай продолжим его собирать! Возьми темно-зеленую деталь с маленькой перекладиной и на нее установи вот такой салатовый крючок так, чтобы перекладины и крючок смотрели в противоположные стороны. Можно пока отложить этот элемент. Теперь под темно-зеленую, гладкую, изогнутую деталь установи салатовый квадратик и закрепи полученный элемент на салатовой детали с двумя креплениями и перекладиной. Посмотри, я устанавливаю ее так, чтобы более узкий край был в противоположной стороне от перекладины. Снизу, ближе к перекладине, закрепи салатовый квадратик, а потом под него салатовую деталь с двумя делениями. Получается приоткрытая пасть динозаврика. Теперь возьми туловище и установи на самом краю над передними лапами салатовую деталь с торчащим вверх крючком, а на спинку закрепи два темно-зеленых. Посмотри, как у меня развернуты эти детали. Спинка готова! Теперь соединим голову и туловище. Для этого нам понадобится маленький элемент с крючком и перекладиной. Прикрепи его темно-зеленой перекладиной к крайнему крючку на туловище, а салатовым крючком к голове. Вот и все! Осталось только приклеить глазки нашему динозавру. А ты знаешь, что ученые предполагают, что у велоцираптора на самом деле были перья. Они нашли особенные бугорки на локтевых костях этих древних ящеров. Такие отметины есть у современных птиц, поэтому ученые решили, что это точки, к которым у динозавра крепились перья. Как ты думаешь, твоему динозавру пошли бы перышки? Какого цвета они бы были? Скорее добавляй своего велоцираптора в коллекцию и давай собирать других динозавриков. Жду тебя в следующих видео! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok